Важным событием 2015 года в Полоцкой епархии стал общеепархиальный крестный ход с воссозданным крестом преподобной Ефросинией, проправнучки святого равнопостольного великого князя Владимира. Торжество было посвящено тысячелетию представления князя Владимира. С 8 по 18 июня крест встречали в городах и селах Витебской области. Крестом осветили границы епархии, населенные пункты, некоторые строящиеся храмы. Около 14 тысяч верующих поклонилась Кресту. Приложились к святыне люди из белорусских глубинок, как православные, так и верующие других христианских конфессий, жители разных местечек Белоруссии, ближнего и дальнего зарубежья. Во второй половине дня, 14 июня, в 14.50 Ефросиниевский крест встретили в городе Глубокое, около Березвеческого женского монастыря. Крестом осветили обитель и строящийся храм в честь архистратига Михаила. Крестный ход последовал в собор Рождества Пресвятой Богородицы. Святым шествием прошли священники, монашествующие, местные жители, гости города. По дороге к крестному ходу присоединялись верующие. Радость жизни звучала в молитве, читалась в глазах крестоходцев. Крест внесли в собор Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был построен в 17 веке. Изначально был костелом католического мужского монастыря, принадлежавшего ордену кромбелитов. Огромный, величественный, построенный в стиле виленского барокко, собор не может оставить равнодушным ни одного человека. Известно, что красотой храма восхищался французский император Наполеон Бонапарт, останавливавшийся в Глубоком во время военной кампании 1812 года. Песня «Великая святыня земли белорусской пришла на нашу землю, и пришла в нашу грамму». Сегодня мы празднуем День памяти всех святых земли русской и россияншек. И мы чувствуем, особенно остро сегодня преемственность ребенка, то, что у Господа нет вчера, сегодня или завтра. У Господа все есть настоящее. В этот год мы вспоминаем тысячелетие представления Святого Равна Апостола, Великого Князя Владимира. В этой дате посвящен крестный ход по родам и весенководской епархии с крестом преподобной Ефросинии, которая являлась правлочкой Святого Князя Владимира. В 1161 году по благословению Игумени Полоцкого Спасового монастыря преподобной Ефросинии Полоцкий ювелир Лазарь Божия с помощью Божией сотворил крест, крест, который мы из той поры именуем крестом преподобной Матушке нашей Ефросинии. Этот крест сотворен по благословению веры православной на землях Белой Руси. На протяжении долетий крест преподобной Ефросинии охранял и защищал веру православную на нашей земле. Он сохранил, по милости Божией, веру православную в самые тяжелые времена, когда, казалось бы, совсем мало осталось православных церквей, да и сам крест находился в руках униана. Но сбыли слова Господа, Брата Адова, не одолея церкви, которую я задержу. В годы большевистского лихролезия крест преподобной Ефросинии был утерян. Где он сейчас тот первообраз креста, мы не знаем. В какой галерее, в какой коллекции он хранится. Но в 1992 году по благословению Патриарша Эксарха всей Беларуси, Гитрополита Минского и Слуцкого Филарета, было принято решение воссоздать одну из главных белорусских святынь. В течение долгих пяти лет велись эти трудные работы по воссозданию облика Христа, по тому, чтобы найти те святыни, которые были заложены в тот первый крест. И с помощью Божией все это было преодолено, все эти трудности. И пресский ювелир, мастер Николай Петрович Кузьмевич в 1997 году воссоздал белорусскую святыню. Все мощи, все святыни, которые были в первом кресте, по милости Божией, были найдены и для второго креста, преподобные в России. Это и частица живоподворящего креста Господня, и капли крови Христовой, и частица камня от гроба Господней, частица камня от гроба Матери Божией, мощи святаго, великомучий, великомучий непределитель Пантелеимона, мощи великомучий Никодемидия Мироточиво. Была воссоздана уникальная техника, перегородчатая эмали, утерянная на века. И вот в 1997 году в святыня была привезена Полоцкий монастырь. Святыня была воссоздана как символ возрождения духовности на Белорусской земле. По пропуску Божию в этот же год назначен был на Полоцкий руках и другие наши архипасты. Ныне архиепископ Полоцкий Глубовский Феодосий, именно он принял в свою руку крест преподобный Ефросинии и доставил на него в Полоцкий монастырь. Спас от монастырь, тот монастырь, который в XII веке был создан по благословению Божией преподобной Матерью нашей Ефросинии, Игуменей и Кнежной Полоцкой, одной из величайших русских святых. Взирая на крест Христов, мы вспоминаем о билости Божией к нам. Ведь крест Христов — это символ не только победы над смертью, но и любви Божией к нам. Крест, орошеный кровью Христовой, явил ту высочайшую любовь, когда Бог Сына Своего единородного отдал на муку, на крест для спасения всех людей. Евангелие Господь говорит Своим ученикам, «Вы — соль мира!» Но если соль потеряет свою силу, свою соленость, их выбрасывают прочь, так и нам, христианам, нужно всеми силами хранить тот бесценный дар, который нам подарен. Дар спасительной веры православной, дар нахождение в церкви православной Христовой, которая спасает своих чад и уверенно ведет их в Царствие Божие. Сегодня читалось тогда Евангелие всем русским святым, читалось Евангелие по заповедям блаженства. Так вот, дорогие сы, братья и сестры, мы со страхом должны оглянуться на свою жизнь, посмотреть, не потеряли ли мы ту силу, ту благодать, которую даровал нам Христос на инстве крещения. Возходим ли мы по ступеням блаженств? Имеем ли мы кротость? Имеем ли мы плач о своих грехах? Имеем ли мы милосердие, жажду правды Христовой, силу исповедания веры Христовой, даже до ученичества? Многие, многие христиане теряют в течение жизни вот эту осоленность соли Божией. Мы часто остаемся христианами только по названию, да, потому что носим крести. Крест Христов. Часто ли мы взираем на свой крест Христов и вспоминаем ту жертву, которую принес за нас Господь? Всегда ли наше сердце наполняется ответной любовью, взирая на знак любви Христовой к нам? Ныне величайшая святыня земли белорусской здесь с нами. Она приходит с нами почти целые сутки. с благоговением будем прикладываться к этой святыне. Будем просить Бога прощения в своих грехах, в своих отступлении от евангельского идеала. Будем просить прощения за то, что живем без поверки в своей жизни по евангельскому слову. Будем просить у Бога благословения на наше исправление, на наше духовное возрождение. Будем просить у Господа, чтобы Он даровал нам решимо силою своего честнага и животворящего Христа преодолеть наше тяготение на греху пожаждать всей душой спасения, пожаждать всей душой Царства Христова. Непрерывная молитва опустилась на город. Благодарственный молебен. Молебен с сакафистом честному и животворящему Кресту Господню. Молебен с сакафистом преподобной Ефростини Полоцкой. Вечернее богослужение. Совершалось поклонение Ефростиниевскому Кресту. Более двух тысяч человек желало получить духовную силу. Люди благодарили Бога и просили утешения. Церковь принимала как радостных, так и скорбящих и бедствующих, безутешных и отчаивающихся. Каждый молился своем и по вере своей получал просимые. К животворящему Кресту Господню подходили с верой в истинную любовь Христа, которая составляет суть человеческой жизни. Крест в Глубокском соборе Рождества Пресвятой Богородицы находился до 23.00. Богородицы особей имущен Твое оружие мира непобедимую победу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok